Интересные эпизоды хоккейной судьбы Алексея Михнова. Засветился в НХЛ, очень много поиграл в континентальной хоккейной лиге, но свой первый карьерный трофей завоевал в прошлом сезоне, выступая за Жлобинский Металлург. Тот чемпионат вообще прошел феерическим образом для Столиваров и Михнова, ведь, ко всему прочему, батя, а так его любя называют болельщики, и в клубе взял несколько персональных титулов. Он стал лучшим снайпером, бомбардиром и игроком Кубка Президента. А в августе отпраздновал 40-летний юбилей, но на игровой покой не собирается. Осенью сменил Жлобин на Брест. При этом проявить себя в финальной серии не позволила травма. Удивительным образом именно травмы и спасли Михнову жизнь. Не будь их, он наверняка оказался бы в самолете по маршруту Ярославль-Минск в сентябре 2011 года. С новой главой в жизни, новый клуб, почему именно Брест, чем был связан этот выбор? Пообщался когда с руководством, с главным тренером, понял, что команда строится, стоят хорошие задачи, и это интересный вызов помочь команде добиться каких-то результатов. Поэтому был выбран Брест. Надо привыкнуть к партнерам, к новым требованиям тренерского штаба. Немножко выпал вот эти две недели, что без игровой практики. Надо тоже немножко набрать тонус. Но я думаю через игры это все придет. Коллектив отличный, атмосфера шикарная. Здесь вообще не то, что жаловаться. Здесь можно только порадоваться. Все супер. Кстати, теперь вам не подходит прозвище МИ-8. Теперь вы МИ-53? МИ-8, я думаю, уже никуда не денется. А чтобы что-нибудь новое прозвище, надо его заслужить. Период адаптации. Надеюсь, он надолго не затянется. Вышел из зоны комфорта. И это, я думаю, мне поможет дальше развиваться, заслужить любовь уже брестских болельщиков. С чем связан уход из стана Столиваров? Это часть профессии в любой период, рано или поздно заканчивается. В Жлобине я провел великолепные три года. Чуть больше благодарен болельщикам, очень руководству клуба. К тому же Кравченко Дмитрию Александровичу за прошлый сезон, директору завода Корчику, тоже Дмитрию Александровичу за все хорошее, что было. Но просто сейчас наступил новый этап в жизни, в карьере. Надо двигаться дальше. Следила по соцсетям за всеми трансферными новостями. И вот 13 сентября – это очень грустный вторник для жлобинчан. Ощущаете ли вы любовь белорусов к хоккею? Это очень чувствуется. Люди поддерживают и на улице. Постоянно подходили, спрашивали. Когда получил травму, не мог там сто метров пройти. Постоянно кто-то останавливался. Желали побыстрее выздороветь. Чувствуется, что люди следят за спортом, за хоккеем в частности. И это видно. Зрительский интерес. Вот растет ли он? В жлобине наши домашние матчи. Я помню, когда три года назад я только приехал. Посещаемость была, так скажем, не очень большая. То есть ходила основная масса людей, которые в принципе всегда ходили. А вот уже в прошлом сезоне, в начале этого года видно было, что очень сильно выросла посещаемость. Люди ходят. Я пока сыграл только одну игру. Не совсем разобрался в ситуации. Но я думаю, будем стараться, и я в частности своей игрой буду стараться повышать посещаемость. Чем отличается хоккей Дмитрия Кравченко от хоккея Владимира Свитта? В средней зоне делали ловушку. А здесь больше мы давим. Сразу в зоне атаки начинаем больше давление создавать. Это так, в общем, если сказать. А там уже мелкие нюансы. Не скажу, что нам было поставлено определенно, надо занять первое, второе-третье место. Просто как можно выше подниматься в таблице. Идем от игры к игре. И просто строится коллектив, строится клуб. Ранее существовала такая поговорка. Попадешь в Брест на карьере Крест. Уже нету таких вот явных аутсайдеров в экстралигии. Согласны ли? Три команды. Остальные явно уступали в уровне. Сейчас все-таки даже смотреть по таблице очень сильно выровнялся чемпионат. Ну, приехали хорошие легионеры. Конечно, за счет этого уровень подтянулся. Ну и, наверное, было правильное решение сделать общий чемпионат, а не разделить по 1-2 дивизион. И, естественно, за счет этого, когда ты играешь постоянно с сильными соперниками, растет и твое мастерство. И за счет этого выровнялся. Более ровный стал чемпионат. То есть и прошлый сезон это показал. Да, и в этом, я думаю, что будет весело. Кого бы вы отнесли к фаворитам чемпионата? Жлобин, шахтер. В принципе, юность. В команде очень мастеровитые хоккеисты и тренерский штаб опытный. Поэтому я не сомневаюсь, что они свои очки наберут и они будут вверху таблицы. Какой совет вы дадите молодежи, чтобы выходить в 40 лет в свой юбилей и забрасывать шайбу? Следить за собой, делать растяжку. В каждый случай он индивидуальный. И какого-то прям вот супер рецепта, если ты будешь поступать так-так-так и ты играешь там до 40 лет. Просто кому-то надоедает. Мне вот, я получаю до сих пор удовольствие от процесса. Там вратаря обыграл, там красивый гол какой-то забил. И просто вот внутри радуясь от того, что... Или там какую-то комбинацию с партнерами сыграл и просто вот получаешь кайф от этого. Плюс сама атмосфера вот в раздевалке, хоккейная варка, да, так скажем. Общение с ребятами, тренировочный процесс. То есть просто получаю от этого удовольствие. Если вот, могу точно сказать, что только вот у меня я перестану от этого получать удовольствие, то я закончу сразу же и даже ни секунды не задумываясь. Просто пока есть кайф от этого, то продолжаю. Вот она и мотивация. Но ведь и был у вас период, когда вы хотели завершать карьеру? В Ярославле, когда навалились, вот как сглазил кто-то. Одно, второе. Вот недолечил одну травму, вышел, недовосстановился, тут же навалилось другое. И вот она как-то вот эта череда была, была. И, конечно, в голове всякие мысли были. Не продлили контракт с Ярославлей. Я, конечно, был очень расстроен, потому что много лет там провел. Был в шоке от того, что пришлось уезжать. А потом случилась вот эта трагедия. И, конечно, все это по-другому. Сразу же перевернулось мышление, потому что, значит, эти травмы, мне надо было пройти их. Но это мне не спасло жизнь. Мехнов молодой или Мехнов опытный? Какой хоккей был лучше? Молодой был, дикое здоровье. Мог там один брать, там обыгрывать, таскать эту шайбу, там держать там двоих-троих на себе возить. Сейчас, конечно, уже так не получается. Сейчас, зато сейчас пришел опыт, понимание какое-то, где правильно открыться. Раньше больше от себя зависел, чем от партнеров. Тренерство будет ли вам интересно? Вот вы говорите, что учите молодых. Учили в Жлобине сейчас. Явно выполняете эту функцию и в Бресте. Ну, конечно, было бы интересно, но, я не знаю, столько нервов на это уходит. Это хорошо, если ты человеку подсказываешь, и он тебя слушает, начинает делать, применять. И когда оно получается, во-первых, и я получаю удовольствие, потому что играю с этим партнером. А если ты говоришь, что человеку делает свое, то ты начинаешь нервничать. Конечно, хочу сказать, что за эти три года в Жлобине я потратил много нервов. Что? Что? Продолжение следует...